А именно я бы хотел немного с вами обсудить очередной план по завершению этой самой войны, план, который изложил Майк Помпео и Урбан, это бывший, соответственно, госсекретарь и советник при Трампе, ну и которые, опять же, так же, как и Борис Джонсон, выразили уверенность в том, что именно этот план Дональд Трамп, будучи президентом, будет реализовывать, а он достаточно такой объемный, глубокий, детальный, там, в частности, речь идет и о ленд-лизе по схеме кредита для Украины на 500 миллиардов, и о том, что страны НАТО в Европе должны по 3% от ВВП на оборону выделять, и о том, что в Украине не должно быть никаких ограничений на поставку оружия и на применение, в общем, много-много-много всего. Как вам этот план, и как вы его расцениваете? Как и с Джонсоном, это субъективное изложение мыслей бывших членов команды Трампа, или все-таки здесь можно усмотреть, ну, я не знаю, как бы, знаете, такой Трамп через кого-то продвигает свой план, чтобы не отпугнуть часть своих сторонников, условно говоря? Да, для меня, конечно, новость, что Джонсон был членом команды Трампа. Не, я про Помпео Уирбана, да. Я понимаю, да. Ну, тут самый главный, конечно, вопрос – это знает ли Трамп о существовании такого плана, о том, что это его план, читал ли он, так сказать, эту статью. Вот, так что я думаю, что, конечно, Трамп никакого отношения к этому плану не имеет. Это предвыборная программа, предвыборная кампания – это такая вот, ну, что называется, попытка припудрить Трампа перед избирательной кампанией, попытка нанести на него такую боевую раскраску, ну, страшающую такой боевой макияж. Вот, конечно, план, если он действительно будет, будет планом, если он действительно будет реализован, ну, это план победы Украины. Вот, потому что выдать ленд-лист на полтриллиона долларов и предоставить Украине возможность, что называется, выгребать из военных закромов Америки любое оружие, применять его без ограничений. Это означает, что Украина может оттуда взять, там, пару тысяч томогавков, вот, какое-то, значит, большое количество самолетов, там, и других видов оружия, которые могут, причем будет разрешено этим оружием наносить удары по любой точке России. Тут все разговоры, там, о том, что не будет экипажа и так далее, это все уже становится ерундой, потому что, на самом деле, в такой ситуации и нанять, скажем, экипажа в той же Америке становится возможным. Поэтому, из числа добровольцев, то есть, ну, это все уже, это все уже настолько, как, мне кажется, дальше начинается алмазный дым в зачумленной дворницкой, то есть, это совершенно какие-то уже мечты. Поэтому, я думаю, что, я думаю, что, да, это план победы Украины, причем, ну, скажем так, уже, уже в следующем году это может быть победа Украины. Весь вопрос только в том, какое отношение Трамп имеет к этому плану. Я думаю, что никакого. То есть, при том, что Трамп, это, безусловно, непредсказуемое существо, но дальше рассуждать на тему этого плана, мне кажется, излишне. То есть, самый главный вопрос, что в том, знает ли план, знает ли Трамп об этом плане и насколько он готов его реализовать. Пока никаких предпосылок к этому я не вижу, потому что, понимаете, когда все-таки, ну, одно дело, бывшие члены команды Трампа что-то говорят, а другое дело, когда нынешний член команды Трампа, господин Вэнс, говорит о том, что ему плевать на Украину, что Украине вообще ничего не надо сдавать. Вот мне кажется, это более, вот это вот теплее. Вот это вот, то есть, мне кажется, что Трамп ближе к сегодняшнему, сегодняшний Трамп ближе к Вэнсу, чем к Помпео. По крайней мере, исходя из его собственной риторики, исходя из того, что он в течение полугода блокировал помощь Украине, но вот я думаю, что так. Хотя, конечно, план хорош. План, безусловно, хорош со всех сторон. Ну вот объясните мне тогда такую вещь, Игорь Александрович, откуда, как вам кажется, у тех же Помпео, Урбана и Джонсона уверенность в том, что Трамп, когда станет президентом, вдруг возьмет их план на вооружение. Окей, с Помпео и с Урбана мы можем предположить, как вы сказали, что они участники предвыборной кампании Трампа, и это такое нанесение пудры на эту кампанию. Но Джонсон-то вряд ли участвует в избирательной кампании Трампа. Почему? Почему вы так считаете? Я думаю, что Джонсон, вполне возможно, искренне пытается сделать ставку. Ну, исходя из того, что вот все заявления Джонсона были, насколько я помню, в тот момент, когда все были уверены, что Трамп 100% побеждает, ну, я думаю, что это была действительно попытка как-то повлиять на Трампа и сделать его кампанию именно под флагом победы Украины. Учитывая то, что Джонсон, это действительно был тот человек, который одним из самых первых полностью и горячо поддержал Украину, я думаю, что Джонсон действительно искренне желает победы Украины, и он попытается каким-то образом реализовать эту победу через те реалии, которые существуют. На тот момент, когда Джонсон выдвигал этот план, самым реальным была победа Трампа. Поэтому сделать победу Украину через попытку, так сказать, предложить Трампу вот такой вот план, мне кажется, это вполне разумное объяснение. Да, я, кстати, вы, наверное, тоже слышали такое фантасмагоричное предположение Гарри Каспарова, он и в пятницу у меня в эфире его, и на других СМИ тоже высказывал. Ну, он и сам говорит, что это фантасмагоричная идея, но учитывая экстравагантность Трампа, я не исключаю, что так может быть, что 19 августа, когда начнется конвенция Демократической партии, для того, чтобы перетянуть внимание, ну, Трампу ничего не остается, кроме как поехать в Украину и встретиться с Зеленским. Вот когда я прочитал как раз тот план Помпео, я подумал, ну, вот и есть даже с чем ехать. Как вы оцениваете перспективу того, что Трамп поедет в Украину? Ну, опять-таки, понятно, что для сторонников Трампа его непредсказуемость является плюсом, для противников минусом. В данном случае я противник. Безусловно, Трампа считаю, что это большая беда для Украины и для мира, если он победит. Но, тем не менее, в конце концов, вы знаете, ну, все может быть. Трамп действительно непредсказуем. Непредсказуем. Поэтому как-то прогнозировать его действия – это рискованно. Так что все может быть. От Трампа можно ожидать чего угодно. Пока, скажем так, пока вся деятельность Трампа показывает, что у него есть одна константа. Вот при всей его непредсказуемости у него есть одна константа. Он испытывает слабость к авторитарным лидерам. И для него, безусловно, какая-то, так сказать, какая-то коммуникация с Путиным очень важна. Он испытывал слабости к Ким Чен Ыну, он испытывает слабости к Си Цзиньпиню, и он испытывает слабость к Путину. Это известно. По крайней мере, на уровне риторики он постоянно демонстрирует глубочайшее уважение к любому диктатору на планете Земля. Поэтому, скажем так, вероятность такого сценария не очень велика. Совершенно справедливо Гарри Коспаров назвал этот сценарий фантастичным, но будем считать, что иногда фантастика воплощается в дверь. Ну да, Трамп, собственно, так и говорит про Кимов, Си и Путина. Даже крутые и сильные ребята он там их называет. Ну, получается, как будто бы... Отличные парни, отличные парни, говорит Трамп, да. Да-да-да. Ну, получается, сейчас как будто бы в вопросе войны в Украине демократы как будто бы в роли отстающих. По крайней мере, здесь мы видим какие-то мысли со стороны республиканцев, которые приписывают этот план, что Трамп его возьмет на вооружение. А план Харрис мы увидим? Плана демократов-то вообще нет? Ну, вы знаете, Харрис пока еще только выходит из тени Байдена, поэтому посмотрим, я думаю, что увидим. Во всяком случае, ну, пока это инерционная история, пока Харрис это еще Байден. То есть есть демократы, есть их действия, вот такую вот небольшую. Ну, пипеточную эту помощь назвать сложно все-таки. 61 миллиард долларов – это такая, в общем, большая пипетка. Но, тем не менее, мы все понимаем про пока еще вот такие действия демократов. Но посмотрим, еще раз говорю, все-таки Харрис еще даже официально не выдвинута в качестве кандидата от демократов, поэтому предъявлять ей требования, чтобы она прямо сейчас уже все карты на стол выложила, мне кажется, не обязательно. Так что все впереди. А насчет того, что республиканцы сейчас опережают в инициативе, но, знаете, сам факт снятия своей кандидатуры Байденом и выдвижения Харрис, которое пока еще не состоялось, я думаю, что это означает, что все-таки пока инициатива такая, стратегическая инициатива на стороне демократов. Что же касается вот этого вот плана Трампа, то, ну, все-таки, ну, давайте вернемся к тому, что это пока не план Трампа. Пока это просто статья, статья Помпео и Урбана. Ну, все-таки совсем уж, так сказать, рассматривать, что это действие Трампа. Это не действие Трампа, это действие двух людей, которые, в общем, к Трампу в настоящий момент не имеют никакого отношения. Да, не знаю, пока увидим ли Трампа, маловероятно, конечно, в Украине, но СМИ пишут, что в августе, 23 августа, можем увидеть в Украине премьер-министра Индии Моди, который впервые отправится сюда с момента полномасштабного вторжения. Не так давно Моди был в Москве у Путина. Тут же можем вспомнить до этого Орбан, который посетил также, да, как бы параллельно, ну, как параллельно Киев сначала, а потом Москву. Еще на прошлой неделе был визит в Китай, министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он встречался со своим коллегой, министр иностранных дел Китая Ван И. То есть здесь как будто бы, знаете, какой-то паритет такой во встречах Путина и во встречах украинской стороны. Чем вы объясняете вот эти вот контакты, активные в последнее время между Украиной и Китаем, ну, в общем, между Украиной и странами глобального юга, и лидерами стран глобального юга? Ну, я думаю, что Украина вот после этой широкомасштабной, полномасштабной войны, которую Путин начал против нее, она становится глобальным игроком. Ведь до этого, ну, давайте так, до этого у Украины не было ни китайского, ни индийского, ни африканского направления во внешней политике. То есть сформулированного, сформированного какого-то политического направления в отношении стран глобального юга у Украины не было. Украина была такой локальной страной, в известной степени страной в себе. И, ну, достаточно зафиксировать те обстоятельства, что у Украины никогда не было такого серьезного, профессионального иновещания. Украина не пыталась влиять на мир. Она занималась в основном внутренними проблемами. Ну, и, прежде всего, конечно, противостоянием с Россией, но, тем не менее, на мир она не пыталась влиять. Сейчас выяснилось, что приходится. Украина выходит на международную арену, начинает серьезную политику во внешней сфере и пытается каким-то образом переломить отношение глобального юга к себе. Отношение равнодушия и отношение поддержки в конечном итоге агрессора, потому что, ну, что там говорить. На сегодняшний момент Китай просто является стороной конфликта, стороной этого противостояния, поддерживающей Россию. Индия тоже, можно считать, является стороной конфликта, потому что она является, Индия является одним из важнейших источников финансирования России. Ну, правда, это финансирование в группе, которые мало кому нужны, но, тем не менее, они являются потребителем российской нефти и газа. И уже поэтому являются сторонами, которые поддерживают Россию. Поэтому попытка переломить эту ситуацию со стороны Украины вполне понятна и оправдана. Насколько это удастся, ну, с моей точки зрения, большой вопрос. Я не думаю, что украинская дипломатия в силах сдвинуть Китай, прекратить, заставить Китая прекратить скрытую явную помощь России. Скорее всего, нет. Но, тем не менее, попытка, что называется, была. И посмотрим, что конкретно удастся сделать. Потому что, на самом деле, несмотря на всю свою огромную массу, Китай сдвигается. Достаточно обратить внимание на то, что китайские банки уже в значительной степени блокируют транзакции, которые осуществляет Россия. То есть, Китай торгует с Россией, но китайские банки, боясь вторичной санкции Запада, отказываются обслуживать российские сделки. Так что Китай можно немножко сдвинуть. Насколько удастся, насколько у Украины есть ресурсы для этого, это пока большой вопрос. Но то, что украинская дипломатия пытается воздействовать на страны глобального юга, это факт. Ну, по такой же логике, значит, можно сдвинуть и Индию. Тут я вспоминаю, что был же недавно, на прошлой неделе, ультиматум от Минфина США. А в адрес Индии, по поводу как раз-таки их взаимоотношений с российским ВПК. Может быть, это тоже подействовало на то, что Моди решил поехать в Украину? Что-то будет как-то сдвигаться в это направление? Ну, опять-таки, понимаете, что имеется в виду? Все-таки это ультиматум США. США – это не Украина. Ресурсов для воздействия намного меньше. Но в целом, если говорить о дипломатии, то это попытка хотя бы сдвинуться с точки зрения риторики. Потому что на сегодняшний момент все-таки страны глобального юга, они в значительной степени поддерживают, многие поддерживают Россию, отстраняясь от этого, отказываясь признать факт агрессии. Поэтому, ну, я думаю, что попытки украинской дипломатии хотя бы на уровне риторики сдвинуть эту позицию, они заслуживают поддержки. Ну, мы, наверное, здесь можем предположить, да, что, как и после встречи Кулебы с Ван И, после встречи Моди, соответственно, в Украине после его встреч, да, Зеленский, наверное, снова скажет о том, что премьер-министр Моди подтвердил приверженность территориальной целостности Украины. Ну, как с Китаем он, соответственно, заявлял. Ну, да, я еще раз подчеркиваю, это на уровне риторики, на уровне символов, на уровне знаков. Я не думаю, что все-таки удастся выровнять позицию Китая и Индии, потому что польза, или, скажем, преимущество от взаимодействия с Россией для Китая и Индии значительно больше, чем преимущество от взаимодействия с Украиной. Украине пока я не очень понимаю, что Украина может предложить Китаю и Индии взамен, например, от отказа предполагаемого от получения российских энергоносителей. Вот я с трудом представляю себе, что может предложить Украина для того, чтобы сдвинуть позицию Китая и Индии, которые сейчас являются, безусловно, важнейшими партнерами России. Нью-Йорк Таймс поделилась подробностями по своим источникам звонка Белоусова и Достина. Этот звонок, я напомню, был сразу же после саммита НАТО, мы его тоже, кажется, затрагивали. И я помню еще с Марком Фегином тоже обсуждали мы это в эфире, и Марк тогда высказал гипотезу о том, что, возможно, Украина готовила какую-то ответную акцию после Охмаддета, после бомбардировки Киева. Об этом узнала Россия, ну и, соответственно, позвонили в Вольт Остину, министра обороны Белоусов, чтобы они как-то повлияли на Украину. Ну и об этом самом пишет Нью-Йорк Таймс, что якобы Украина готовила какую-то операцию. И знаете, меня в этой истории что поражает, но мы все-таки, если отталкиваться от российской пропаганды, воюем с НАТО? Или, получается, обращаемся к Барину, что Барин нас рассудит и как-то остудит по Украине? Ну, это всегда бывает очень смешно, когда говорят о том, что Россия воюет с НАТО, потому что, ну, действительно, что происходит с Россией, когда она сталкивается с вооруженными силами НАТО. Это было известно в Сирийской пустыне, когда бойцы ЧВК Вагнер попытались захватить там газовое месторождение. До сих пор, так сказать, их останки пытаются найти в Сирийской пустыне. Ну, это было такое мимолетное столкновение с Соединенными Штатами Америки. Вот, мгновенно они просто исчезли. Так что это все выглядит очень забавно. Столкновение с НАТО приведет к мгновенному уничтожению России. Поэтому, ну, это риторика. Это, опять-таки, риторика. Единственное, что может делать Путин по отношению к странам НАТО, это ядерный шантаж. Ничего другого он произвести в отношении стран НАТО не может. Что же касается звонка Остину, то, видимо, действительно было что-то... Ну, единственное, что никто не говорит о том, что именно предполагала сделать Украина, и удалось ли вот этим звонком снять эту угрозу. Ну, здесь мы вступаем в сферу догадок, и я, пожалуй, не буду ничего говорить, потому что мы просто не знаем. И никто об этом, никто не высказал даже сколько-нибудь внятной гипотезы о том, что же это было за угроза, по поводу которой Белоусов звонил Остину. Так что оставим это конспирологом. Ну, по крайней мере, мы можем, наверное, точно констатировать, что пока какой-то крупномасштабной операции Украины... Ну, я думаю, что должно быть что-то крупномасштабное, раз уж нужно было звонить в Пентагон. Пока мы не видели, может быть, еще увидим, да, и тогда сможем дать ответ, как бы удалось ли Белоусову убедить Остина повлиять на Украину. Вы вспомнили про вагнеровцев, останки которых там где-то в сирийской пустыне, да, но теперь еще в пустынях Сахары тоже останки вагнеровцев лежат. Разгромили тут колонну вагнеровцев совместно с войсками в Али. Туарегия, племя. Ну, и тут тоже много конспирологии пошло, в том числе в самих Z-каналах, о том, что либо это украинские инструкторы участвовали и науськивали, либо западные инструкторы, ну, потому что не могут Туареги так грамотно провести операцию. Ну, и, кстати, военные эксперты независимые тоже говорят, что не все здесь так чисто. Видятся ли вам здесь чьи-то уши, скажем так, третьих стран, третьих сил? Ох, да. Ничто не выдавало в Туарегах украинских военных, кроме, так сказать, татуировки в виде трезуба и украинского характерного чуба, которое выглядывалось за традиционной одеждой Туарегов. Это очень забавно, это очень смешно. Я думаю, что, ну, конечно, мы с огромным уважением относимся все к потенциалу украинских ВСУ, но, тем не менее, не все поражения России связаны с Украиной. Вот, я думаю, что, ну, опять-таки, да, это, конечно, очень характерно, что Пригожинские чудо-богатыри, которые до сих пор терпели поражение от американцев, терпели поражение от украинцев, ну, а сейчас вот они терпят поражение от Туарегов. Туареги у себя дома. Да, действительно, они смогли разгромить колонну вагнеровцев, которая включала бронетехнику, вертолет, ну, относительно современное оружие. И вот этот народ, который, значит, занимается мотыжным земледелием, иногда кочует вместе с козами и верблюдами, но, тем не менее, они у себя дома, и они смогли уничтожить вот этих вот российских хваленых чудо-богатырей. Я думаю, что просто миф у вагнеровцев, как о неком непобедимом суперпрофессиональном воинстве, он несколько преувеличен. И вот, ну, понятно, что он останется, миф всегда остается, он неуязвим для разоблачений, но, тем не менее, все-таки это миф. Поэтому... Я считаю, что это хорошая новость. Конечно, это не изменит ситуацию в Африке. Все-таки Россия не только вагнеровцами держит на привязи руководство этих нескольких западно-африканских стран. Прежде всего, это деньги, это подкуп. Путин умеет подкупать. Поэтому этот эпизод, конечно, я не думаю, что он кардинально изменит ситуацию и, так сказать, позволит отодвинуть российское влияние. Но, тем не менее, новость хорошая. Чем меньше российских военнослужащих, чем меньше российских наемников, тем все-таки больше сохранятся украинские в том числе жизни. Потому что вагнеровцы сегодня в Африке, завтра они опять в Украине. Так что, считаю, что это хорошая новость. Последнее заявление. Эрдоган, это, судя по всему, новость плохая. И угроза вторгнутся в Израиль. И мы можем вспомнить быструю выдачу Серебрякова, которого подозревают в закладке взрывного устройства офицера ГРУ. Причем непонятно на каких основаниях. Ну, как бы, юридически говорят, но это не экстрадиция. Экстрадиция вот так вот меньше, чем за сутки не происходит. Сближение, как будто бы, в этом плане у Турции, у дюрецких спецслужб российскими происходит. Что вообще с Эрдоганом? Почему он начал такие вещи говорить Грозный? Тоже вступает в игру эту глобальную? Я не думаю, что это вот именно эта риторика, это вступление в глобальную игру. Я думаю, что это абсолютно закономерная, абсолютно логичная и продуманная игра на внутреннем поле. То есть, мусульманская улица вся без единого изъятия, безусловно, против Израиля и на стороне террористов Хамас, Хизбалы и, так сказать, соответственно, иеменских хуситов. И поэтому мусульманская улица, она требует каких-то резких заявлений от своих лидеров. Эрдоган – лидер большой мусульманской страны. Поэтому то, что он сказал, имеет, опять-таки, внутренний адрес. Это работа на свою внутреннюю аудиторию, на ту самую бушующую, бунтующую, свирепую мусульманскую улицу. Имеет ли какое-то отношение его слова к делу? То есть, есть ли реальная угроза того, что турецкие войска вступят на землю Израиля? Я воспринимаю эту вероятность как абсолютно ненаучную фантастику. Конечно, все может быть. Бывают какие-то совершенно чудеса в мире. Но представить себе, что войска страны НАТО начнут войну против Израиля, в какой-то степени за спиной которого стоит крупнейшая страна НАТО, представить себе это довольно сложно. И сам по себе Израиль тоже не ягненок на заклане. Я думаю, что вот такая вот прямая война, даже, я уж не говорю о сухопутной операции против Израиля, но даже ракетный обстрел Израиля со страны Турции мне представляется абсолютно невероятным. То есть, это ненаучная фантастика. Но еще раз. Во-первых, Израиль способен ответить. И ответить очень серьезно. И это войска Турции, которые вступят на территорию Израиля, будут уничтожены. Ну, а если уж говорить о какой-то полномасштабной войне против Израиля, ну, это для Эрдогана самоубийство. Потому что в этом случае, опять-таки, Израиль это не Украина. И мы видели, как при ударах ракетным обстрелем со стороны Ирана, страны НАТО вместе с Аорданией защищали небо Израиля. Чего они отказываются, категорически отказываются делать по отношению к Украине. Надо просто видеть действительно реальное различие отношения Соединенных Штатов Америки к Израилю и к Украине. Это разные отношения, разная степень близости и разная степень решимости защищать. Поэтому, ну, я думаю, что Эрдоган не хуже нас с вами это понимает. Поэтому это фантастика. Этого не будет. А риторика, я уже объяснил, это риторика, рассчитанная на Исламскую улицу. Ну, что ж, в конце концов, это уже внутреннее дело Эрдогана. Хотя, конечно, противно. Но, вы знаете, политика это не для нашего удовольствия делается. Особенно в таких странах, как Турция. Ну, знаете, с другой стороны, если вот эту научную или ненаучную фантастику продолжить развивать, то Израиль ведь тоже непросто получается. Во-первых, у них там под боком Хамас идет война. Во-вторых, ну вот на грани того, чтобы началась война с Ливаном после субботнего обстрела. Израиль заявил, что переданы все красные линии. А я напомню, что там порядка десяти детей пострадало. Хотя, кстати, Хизбала на себя ответственность не берет, что тоже как бы интересно. Обычно всегда за подобные обстрелы берут такие прокси иранские на себя ответственность. Ну и вдруг тут, если еще Турция, да? А Турция, кстати, вот вы сказали, что союзник Израиля-США, страна НАТО. Но Турция ведь тоже страна НАТО. И вот вся вот эта ситуация, развивающаяся в том регионе, о котором мы с вами говорим, это не является такой очередной проверкой, тестом на прочность для США? Как они отреагируют? Должны они как-то прокомментировать слова Эрдогана того же самого? Союзника по НАТО тоже. Вы знаете, я думаю, что версия о том, что Турция собирается проверить Соединенные Штаты Америки, но она мне тоже кажется не очень обоснованной. Все гораздо проще. Еще раз, тут мотивы и действия, они настолько очевидны, что не надо искать какие-то тайные планы искрытой сущности. Бритва Акама, давайте ее применим. Все проще. Возбужденная Исламская улица требует от Эрдогана каких-то слов или каких-то действий. Слова не ведут к каким-то серьезным последствиям. Поэтому Эрдоган сказал то, что он сказал. Представить себе, что он будет действовать в этом направлении, ну, это, с моей точки зрения, абсолютно невозможно. Поэтому говорить о том, что это для того, чтобы проверить США, у меня вопрос, зачем? Зачем Эрдогану проверять Соединенные Штаты Америки? Ну, опять-таки, так получается, да, действительно, Соединенные Штаты Америки, наверное, должны как-то на это отреагировать. Ну, наверное, отреагируют. Вопрос, на каком уровне? Здесь есть очень большой диапазон реакций. От заявления президента до заявления какого-то советника президента. На каком-то уровне в Соединенные Штаты Америки кто-то что-то, может быть, скажет. Может быть, об этом скажет Байден. Может быть, об этом скажет, например, Плинкен или еще кто-то из команды, из внешнеполитической команды Соединенных Штатов Америки. Ну, подождем, наверное, какое-то движение из Америки последует. Но, опять-таки, на каком уровне? Ведь это риторика, это не действие. И что же касается воплощения этой риторики в действие, то я еще раз хочу сказать, что, с моей точки зрения, это абсолютно невозможная версия, абсолютно невозможный сценарий. Да, ну, я понимаю, просто вопрос больше как раз мой в том и заключался. А вот эта вот риторика Эрдогана, да, требует ли ответной риторики со стороны США? Ну, вот, действительно, посмотрим, будет ли она. На каком-то уровне, да. Опять, ведь, понимаете, США не обязательно, чтобы на трибуну вышел президент Соединенных Штатов Америки и начал ругать Эрдогана для этого. Для этого существуют разные. Опять, дозированность, понимаете. Все-таки международная политика – это, прежде всего, соразмерность и дозированность. И Соединенные Штаты Америки – это не горячие южные парни, которые, так сказать, реагируют таким образом, как это сделал Эрдоган. Опять-таки, потому что турецкая улица требует вот такого ответа, а американская улица этого ответа не требует. Любого, тем более, что в этом отношении американская улица, как мне кажется, вполне себе спокойна. Потому что еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки, оно не на улице находится. Перенесемся в Париж, где в минувшую пятницу открылась Олимпиада, и вот буквально несколько дней она идет, а сколько уже тоже новостей вокруг нее. Ну, помимо, знаете, различных скандалов, связанных с открытием, с пародией, как говорят на «Тайну вечери», с участием трансгендеров, это мы немножечко пока уберем. Я бы хотел про диверсии с вами поговорить, которые были как раз-таки в ночь накануне перед открытием, связанные с железнодорожным сообщением, поджоги там различные, да, которые привезли, привели к сложностям для 800 тысяч пассажиров. И тут опять же начали размышлять о том, что это может быть вполне себе российский след. А там еще некого Кирилла Грязнова задержали, который вроде как ехал в Париж, да, и по пути напился, и в Болгарии там размахивал корочкой ФСБ, и рассказывал о своем секретном задании. Ну вот, смотрите, мы с вами как-то ранее обсуждали чемпионат Европы по футболу, и я еще говорил, когда он еще не закончился, что он более-менее относительно спокойно в этом плане прошел. Но теперь уже можем констатировать, в Германии он прошел спокойно. Во Франции в первые дни мы уже видим эти попытки диверсии. С чем вы это связываетесь? Здесь, может быть, ну, не знаю, немецкие спецслужбы лучше сработали на упреждения, или российская агентура решила сделать целью атак именно Францию, а не Германию. А в таком случае почему? Вы знаете, гадать на кофейной гуще я тоже не буду. Я могу только сказать, что все-таки Франция страна, в которой теракты чаще бывают, чем в Германии. Именно теракты, связанные с, прежде всего, мы не знаем, кто это сделал. То есть версия, что это обязательно российские спецслужбы, но это не факт. Понимаете, есть любители и организаторы терактов помимо России. Одно исламское государство чего стоит. И у ИГИЛ гораздо больше возможности во Франции устраивать теракты, потому что у них есть такая очень благоприятная среда в виде огромной исламской мусульманской общины во Франции. Поэтому здесь еще надо понять, кто стоит за этими терактами. Во Франции это очень... Франция в этом смысле более опасная страна в отношении терактов, чем Федеративная Республика Германии. Так что я очень надеюсь, что вот этим терактами на железных дорогах все ограничится. Потому что, конечно, речь идет именно о угрозе терактов в отношении людей. И прежде всего в отношении олимпийцев. Но если говорить о исламском государстве, то их задача, естественно, теракты, которые связаны с человеческими жертвами. Поэтому будем надеяться, что именно их не будет. И в этом случае я считаю, что если вот таких терактов, которые будут связаны с человеческими жертвами, причем направленными именно в отношении спортсменов, если их не будет, то я буду считать, что французские спецслужбы со своей задачей справятся. Потому что есть стопроцентная уверенность в том, что исламское государство обязательно попытается воспользоваться вот таким событием, как Олимпиада, для того, чтобы ее испортить. Меня, знаете, что поражает еще? Я такой парадокс некий усматриваю. Вот, казалось бы, Россия впервые с 1984 года приняла решение не транслировать эту Олимпиаду. Там глава Федерации борьбы говорит о том, что это вообще бакханалия. И он даже порадовался за четырех журналистов ТАСС, которых лишили аккредитации, когда они уже находились там на месте. Но в то же время мы видим истеричную реакцию. Комментирует Дугин, комментирует Гурулев в эфире у Соловьева, комментирует Богомолов. Но если вы уж решили не показывать, то зачем вы смотрите запретное открытие? С чем вы связываете такую истерику, которая сейчас на пропагандистских шоу творится? Здесь очень забавная карикатура гуляет по сети. Это такая вот канализационная решетка, из которой выглядывают крысы и подпись. Это российские пропагандисты смотрят открытие Олимпиады. Что же касается самой реакции, то она очень хорошо описана была в басне Крылова «Зелен, виноград». Лиса и виноград. Зелен, виноград. Вот, собственно говоря, и весь смысл всей этой реакции. Действительно, Олимпиада всегда была для Советского Союза, для России. Это местом и поводом, и местом сборки национальной гордости. То есть всегда очень старались следить за медальным зачетом, гордиться теми победами на Олимпиаде, которые сначала советские, потом российские спортсмены одерживали. А здесь ничего. И мало того, еще, так сказать, запретили трансляцию Олимпийских игр, тем самым лишив миллиона болельщиков возможности следить за, ну, прямо скажем, главным спортивным событием. Вот, поэтому, мало того, лишили огромное количество спортсменов, для которых Олимпиада, ну, как ни крути, но это смысл спортивной жизни. Век спортсменов недолог, и поэтому, если человек пропускает Олимпиаду, то вполне возможно, что он, как спортсмен, до следующей Олимпиады не доживет. Поэтому это, конечно, очень серьезный удар. И попытка, значит, каким-то образом там глумиться над тем, что происходит во Франции, это, на самом деле, компенсация вот огромного, огромного национального унижения. То, что происходит сейчас в отношении России на этой Олимпиаде, это огромное национальное унижение. Поэтому неудивительно, что люди, пропагандисты с путинской обслугой реагируют именно таким образом. Ну, это ведь в какой-то степени эффект Стрейзен может вызвать, когда у вас нет самой Олимпиады картинки, но вы включаете кнопку канала «Россия», а там Грулев об этой Олимпиаде размышляет вовсю. Ну, слушайте, что вы хотите? Вы хотите от российской пропаганды, так сказать, тонкой взвешенной игры? Нет, она работает так, как работает. Вот ее символом сегодня являются Соловьев с его бесконечными истериками и Грулев с его постоянным матом и ответом на все вызовы в виде, так сказать, атомной бомбы на очередной европейский или украинский город. Ну, что есть, то есть, что выросло, то выросло. Снова новый сюжет появился в теме возможной блокировки YouTube. Устами Александра Хинштейна стало известно о том, что будут ограничивать скорость, ну, по крайней мере, пока речь идет о десктопной версии так называемой, то есть, если пользоваться YouTube с персональных компьютеров или с ноутбуков. Ну, а Рамзан Кадыров пошел еще дальше, говорит, что к чертовой матери надо закрыть. Ну, по поводу вот этих вот последних обсуждений, у вас какое мнение складывается? Давайте опять поиграем в эту известную игру, а где поставить запятую во фразе «закрыть к чертовой матери нельзя оставить» или «закрыть к чертовой матери нельзя оставить»? Это игра, я думаю, что по факту будет все-таки закончена тем, что YouTube закроют. Я думаю, что вероятность этого возрастает. До сих пор главным сдерживающим фактором было то, что Россия не в состоянии предоставить альтернативу. Все попытки, все потуги создать что-то похожее на работоспособный видеохостинг в виде Рутуба, в виде каких-то попыток что-то сделать внутри сети ВКонтакте, это все закончилось абсолютно неприличным провалом. То есть Рутуб – это нечто, чем пользоваться нельзя, и на сегодняшний момент это признают все, даже самые угорелые зет-патриоты. Но что касается ВКонтакте, то та же самая примерная история. Поэтому я думаю, что несмотря на это решение по закрытию Ютуба принято. Когда и как оно будет реализовано, посмотрим. Тут есть еще одна проблема для российской власти. Насколько удастся это сделать? Потому что, во-первых, просто заблокировать. Скорее всего, здесь есть некоторые проблемы. Потому что мы помним, как мы пытались заблокировать телеграмм. Как тогдашний глава Русскомнагзора Жаров гонялся за этим телеграммом по всему интернету, заблокировал несколько миллионов сайтов, в том числе свой собственный, в конечном итоге сдался и создал телеграмм-канал Русскомнадзора. Поэтому замедление. Да, это, безусловно, возможная технология. Но сразу возникает вопрос. Какое количество пользователей Ютуба начнут обходить это с помощью VPN и других ресурсов? Потому что, на самом деле, удар по Ютубу – это серьезно. Потому что Ютуб, да, какое-то количество политический сегмент Ютуба есть, но он очень незначительный. В основном Ютуб – это музыка, Ютуб – это фильмы, Ютуб – это мультики, Ютуб – это спортивные программы и так далее. То есть это в значительной степени на сегодняшний момент очень важная составляющая часть жизни миллионов и десятков миллионов россиян. Поэтому, да, безусловно, блокировка в конечном итоге Ютуба, она не приведет к революции, но тем не менее она очень сильно ухудшит жизнь россиян, многие из которых сегодня, во-первых, профессионально многие зависят, обучение у многих тоже зависит от программы на Ютубе. Так что это серьезно. Ну, в конечном итоге, вот на сегодняшний момент, закрытие Ютуба – это очень сильный такой залповый удар, ракетный обстрел Воронежа. Ну, как обычно в таких случаях говорят, что, значит, в ответ на внешние угрозы Кремль начинает бомбить Воронеж. Так вот, это очень сильный такой залповый удар, ракетный удар по Воронежу. Ну, в конечном итоге, что можно сказать? Обвинят во всем, естественно, сам Ютуб, сам Запад, что вот коварный Запад лишил вас мультфильмов, музыки и прочих источников информации, которые есть в Ютубе. Я, конечно, знаете, что поражаю в этой ситуации? Вот и как с Гурулевым и с российской пропагандой, да, вот абсолютно несут черти что, если прислушаться. Вот тот же Кадыров, да, говорит о том, что, ну, почему ему задали вопрос, у нас непопулярны свои сервисы, свои аналоги? Он говорит, ну, потому что знаменитости сидят в Ютуб, в Инстаграм, да, а вот надо к чертовой матери все это закрыть, чтобы они были вынуждены пользоваться нашим. То есть вынуждены, не потому что это хорошо и удобно, а вынудить их, потому что мы хорошие и удобные, а создать не умеем, в чем они сами признаются. Ну, самое смешное, что сам Кадыров, как известно, он пользуется Инстаграмом. И Тиктоком. Он пользуется Тиктоком, он пользуется Телеграмом. То есть на самом деле он, ну, это очень смешно, потому что действительно, понимаете, заставить знаменитости прийти на Рутуб невозможно от слова совсем, потому что это сервис, это программа, это платформа, вернее, которой пользоваться нельзя. Все равно никто не будет пользоваться этим. Просто перейдут на другие формы какой-то коммуникации. Так что здесь... Ну, а что касается создания каких-то, какой-то реальной альтернативы, то она невозможна, потому что тот мастер-класс, который дала Россия по ведению кибернетических войн, он действительно заслуживает внимания. То есть вы сначала создаете невыносимые условия для айтишников, и наиболее дееспособная часть специалистов в области программирования, в области айти уезжает из страны. После этого вы говорите о том, что давайте теперь создадим альтернативу Ютубу. Но так не бывает. Люди, которые могут это делать, они давно из России уехали. Тем более, что айтишники, программисты – это народ очень легкий на подъем. Можно вести, можно работать с любой точки мира. И совершенно не обязательно сидеть дома. Поэтому они все уехали. Все, кто был в состоянии что-то сделать, создать какую-то альтернативу Ютубу или другим платформам, они все уехали из России. Так что шансов на то, что будет создана какая-то альтернатива, просто нет. Здесь еще одна проблема есть, которая еще до закрытия Ютуб, судя по всему, снижает нашу с вами аудиторию. Это исследование проекта психологической помощи «Визаут преюдис». И, как правило, она касается россиян, которые живут в России и с антивоенными взглядами. Вывод такой, что россияне перестают читать и слушать политические новости, потому что не видят никаких изменений. И всплески, когда они вновь начинают читать и слушать, происходят, когда происходит какое-то знаковое, триггерное событие, как, например, обстрел, ох, под деда, или гибель Алексея Навального. Вы вот на своей аудитории, своем ютуб-канале, замечаете, что действительно россияне перестают и устают слушать? Вы знаете, я, конечно, как и все блогеры, как и все видеоблогеры, ощущая снижение количества просмотров, это вызвано несколькими факторами. Во-первых, действительно, уже работает замедление скорости Ютуба. И, в общем, далеко не каждый человек готов терпеть это. Вот этот вот крутящийся диск, значит, кружочек вместо видео, это все не каждый выдерживает. Это первое. А второе, вы знаете, тут в какой-то степени сказывается еще и отключение электричества в Украине, потому что я не знаю, как ваша аудитория, у меня все-таки аудитория – это 40% россиян и 25% украина. И понятно, что без света, без интернета в Украине смотрят меньше. Поэтому падение аудитории, оно связано и... Ну, падение просмотров. Аудитория-то остается, подписчиков-то остается тоже. Никто не отписывается. Наоборот, количество подписчиков растет. Но просмотров меньше, да, это правда. Тут, безусловно, и проблемы с Ютубом в России, и проблемы со светом в Украине. Здесь и тот фактор, о котором вы сказали. Ну, слушайте, два с лишним года, два с половиной года войны. И, в общем, люди устали не только от войны, но и друг от друга. Потому что вот эта вот присыщенность войной, присыщенность вот этими новостями от войны, при том, что действительно мало что меняется, оно вызывает разочарование, усталость, раздражение. Все больше раздраженных таких комментариев. Это все понятно и в конечном итоге ожидаемо. Вот. Но здесь можно сказать только одно. Но в конечном итоге у нас есть ядерная аудитория, те люди, которые готовы вместе с нами думать о том, что происходит. Поэтому продолжаем работать. Что называется, в какой-то степени, может быть, это вызов для блогеров, для журналистов. Надо искать новые формы, надо, значит, пытаться выйти за пределы тех традиционных форматов, которые у нас есть. То есть это вызов. Я именно так это рассматриваю. У меня, конечно, в этом плане тоже никакого там уныния, отчаяния, опустившихся рук нет. Продолжаем работать, совершенно с вами согласен. Ищем новые формы. Ну, знаете, раздраженность, усталость от войны, которые, наверное, в какой-то степени есть, в том числе и на фронте, даже среди войск российской армии, среди этих контрактников мобилизованных, которые бессрочно, по сути, находятся там, в этих холодных окопах, погибают, зловонные трупы. В общем, вот эта вот вся атмосфера ужасная, которую мы видим по видеозаписям. А тут сверху еще сейчас добавляется запрет на пользование гаджетами и смартфонами, который пролоббировал в Государственной Думе картополов. И тоже эксперты говорят, что есть и плюсы, и минусы этого решения. Ну, плюсы в том, что действительно по активности там смартфонов, да, или планшетов можно выявить позиции и попасть под обстрел. Ну, а минусы, что, собственно, на эти смартфоны и планшеты все завязано. Навигация, карты там и так далее, да, управление там различными дронами. И снова ЗЭТ-каналы подняли панику его и чуть ли не грозят о том, что бунт будет со стороны мобилизованных. Но знаете, мы с вами периодически иногда видели бунты в колониях, да, они происходят, нет да нет, редко изредка. А вот действительно будут ли бунты на фронтах в связи с этой новостью? Давайте некоторые точки над «э» расставим. Прежде всего, основным мотивом вот этого запрета, который произошел на минувшей неделе, запрета иметь гаджеты и телефоны всякие на фронте, это не забота о жизни оккупантов. Это угроза постоянного проникновения окопной правды вовне. То есть они постоянно записывают какие-то обстоятельства в своей жизни, то, как над ними издеваются, то, как их не обеспечивают оружием, там, всем необходимым. И все это отправляют своим родственникам, да и просто, что называется, выкладывают в сеть. И именно это является. Не надо думать о том, что забота о жизнях людей может сподвигать Государственную Думу и Кремль к каким-то действиям. Но никогда же такого не было. Но когда это Кремль и Государственная Дума заботились о людях? Нет, конечно. Это попытка заткнуть вот этот вот канал проникновения окопной правды. Это, безусловно, самое главное. Теперь, что касается бунтов и всего остального. Я думаю, что все будет гораздо проще. Известно, что идиотизм российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Кто будет контролировать наличие телефонов, гаджетов у российских оккупантов? Ну, не Белоусов же, правда? Не Картополов же, правда? Значит, это будет и даже не Генштаб. Это будут контролировать реализацию этого закона. Будут низовые командиры. Которые точно так же, как и рядовые российские оккупанты, являются сторонниками окопной правды. Вот это вот очередное столкновение из длинного ряда столкновений между носителей вот этой окопной правды, я имею в виду Z-блогеров, значит, все эти телеграм-каналы, военкоры и так далее, с одной стороны, и российский телевизор с другой стороны. Поскольку я постоянно присматриваю за российским информационным пространством, то я вижу бесконечный вот этот вот Джаба Гадюкин, когда сталкивается, с одной стороны, Соловьев, который исходит просто на дерьмо, исходит на пену ненависти по отношению к этим Z-блогерам, казалось бы, своим же сторонникам, но которые пытаются доносить окопную правду. Столкновение между военкором и российским телевизором тоже хорошо известно. Просто они ближе находятся к фронту, и поэтому им сложно транслировать вот ту чушь, которую несут там генерал-идиот Гурулев, Соловьев, там Маргарита Симоняна и вся эта нечисть, которая обитает в российском телевизоре. Сухой остаток. Я не думаю, что этот закон будет действовать. Давайте подождем. Он только-только принят, но я думаю, что вряд ли, вряд ли, там, командиров взводов, командиров отделений, и даже командиры батальонов будут тщательно следить за тем, чтобы отнимать у российских оккупантов их гаджеты. Тем более, что эти гаджеты действительно служат для, в какой-то степени для управления дронами и для других военных целей. Но главное это то, что это, конечно, очень сильно, это сильный удар по возможности самим этим российским оккупантам транслировать оккупную правду. Поэтому посмотрим. Я думаю, что исполняться этот закон не будет. Последняя, снова в сети возродилась дискуссия о 90-х, не в том масштабе, конечно, как после фильма «Марии певчих предателей», но, тем не менее, и связана она с фильмом, который называется «Непрошедшее время». Ну, фильм, нужно сказать, что начал сниматься еще 12 лет назад, там, по-моему, 10 будет серий в нем. И, собственно, нельзя сказать, что этот фильм, ну, точнее как, он не является хронологически просто, ответом на фильм «Марии певчих», поскольку гораздо раньше эта идея задумывалась, он снимался, но является ли он таким ответом на фильм «Марии певчих» по контексту, по смыслу? Как вам кажется? Вы знаете, я, к стаду своему, не смотрел этот фильм, поэтому не могу дать какую-то экспертную оценку. Но я думаю, что вообще в целом свое отношение к фильму «Марии певчих» я в наших беседах уже высказывал, и поэтому здесь мне добавить нечего. Я думаю, что вот это ложь о 90-х, а в конечном итоге это, конечно же, ложь, большая ложь, несмотря на какое-то количество верных деталей, которые были в этом фильме подмечены, то это, конечно, большая ложь. И самая главная суть этой лжи заключается в том, чтобы попытка найти предателей, найти виновных. И, безусловно, там и Чубайс, и другие игроки 90-х, прежде всего Путин, который тоже был одним из существенных игроков в 90-е годы, они виновны в том, что происходит сегодня. Но попытка найти главного виновника именно в 90-х, это, конечно, большая ложь. Поэтому, ну, в целом разговор о прошлом российском, он важен, нужен. И я думаю, что многие из тех людей, которые являются носителями информации об этом времени, в общем, могут внести свой вклад в то, чтобы дать ответ о том, что же и кто же виноват в том, что происходит сейчас с Россией. И я думаю, что этот ответ очень важен. Тем более, что он важен для дальнейшей судьбы нашей страны.